Друзья мои, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем делать распаковку Май Тереза. Что я себе заказала с Май Тереза? Немного темновато, правда как-то? Мне лень тащить свет снизу. В общем, я себе заказала что-то, что я сейчас покажу. Распаковку мы с вами сейчас делаем. Я распаковку сделала вчера, когда я заканчивала снимать влог, потому что мне не терпелось открыть. И давайте посмотрим распаковку, и потом будем уже смотреть поближе. Друзья, делаем распаковку. Я уже вытащила все из большой коробки. Коробка Май Тереза. Если честно, в последний раз коробки приходят какие-то не очень такие вот с углами помятыми. Ну ладно. Это, если честно, все равно не храню. Открываем. Та-дам! И если честно, я ожидала, что это будет тоже в коробке. Я не знаю, почему они прислали без коробки. Интересно. Наверное, в бутике продавалась коробка. Ну да ладно. Как всегда, карточка, кто упаковывал. Упаковывал? Упаковывал. Алекс. Бантик. Который абсолютно не нужен. И пыльник. Так. Одной рукой пыльник открываем. О, пыльник интересный такой. Двухсторонний. Хлопок, что ли. И так интересно сделан. Интересно. Ну, как сказать, дорого сделан пыльник. Не просто мешок. А именно продуманно. Так, ну, давайте доставать. Хочу как-то вместе с вами достать. Та-дам! Привет! Привет-привет! Вот, что я заказала. Это называется той... Как это называется? Той-тоут. Давайте откроем это. Ага, там вот эта вот штучка. На рукой это не сделать. А может быть и сделать. Окей. Дальше. Куча бумаги, как обычно. Угу. Здесь у нас есть ручка. Через ключом. Куда мы можем цеплять. Ну, в случае бумаги, потому что это просто должен быть большой. И вот как бы как-то вот без карманов, без всего. Правильно? Правильно. Там у нас что это? Это у нас карточки. И толпчик. Ну, вот просто внутри. А ничего нету. И вот такая вот красотка. Если честно, не помню, что за кожа. Раньше говорили, что это делали из овчины. Сейчас думаю, что это все-таки не овчина. Но я нужно посмотреть. Овчина, что сказала? Из овечей кожи, да? Lampskin. Сейчас думаю, что это коровье. Ну что. Это так вот. Первое впечатление. Сейчас эту штучку убрать. Как это будет выглядеть? Без этой штучки попроще, что ли? Ох, как я вот долго хотела. Очень хотела этот Toad. Долго на него смотрела. Смотрела долго на него со вторых рук. Но поняла, что не хочу его со вторых рук. Потому что как-то San Lugan со вторых рук не очень обычно выглядит. Из того, что я видела. Вот, решила, что закажу со мной. Здесь у нас овучка. Здесь у нас что-то написано на ручке? Paris. И с другой стороны San Lugan. Делается она... У нее много этих... Дырочек. Надеюсь, что на мое тело оно подойдет. Так здесь просто она отлежалась. В общем, обыкновенная такая как ремешок. Ручка. Всем говорю, ручка. Это ремешок. Ну, так вот. А заказ сумки приходит вот в такой коробке. Большой мальтер. Просто огромный. Я почему-то была уверена, что это также пройдет в коробке San Lugan. Но это не пришло в коробке San Lugan. Это пришло без коробки, как вы видели, с пыльником. Пыльник. И сейчас на меня очень-очень впечатлил. Он... Он пыльник другого уровня. Он двойной. И эта ленточка, она не болтается просто так как-то. А она прям, видите, вот так вот красиво вшита. И мне очень всегда нравится, когда на пыльниках это напечатано. У ребенка, как обычно, не дает мне снимать. Просто великолепно. В общем, здесь все пришло, кажется, с карточками. Пока я их не открываю. Потому что я не уверена по поводу сумки. Может быть, я буду ее возвращать. Наверное, правильнее сказать. Скорее всего, я буду ее возвращать. Вот. И, значит, вот сама сумка. Как я сказала, я не открываю карточку. Я не вижу, из чего она сделана. Но мне кажется, что это сделано из телячьей кожи, как они обычно делают. Калпскин. Отзывы, которые я смотрела, говорили, что она сделана из лампскин. Что это, наверное, овечья. Да, овечья шпура. Но я сомневаюсь по ощупу. В общем, это вот такой вот небольшой тот. А покупка этой сумки меня вдохновила. Сумка Balenciaga Everyday Mini что-то там. Я оставлю сюда фото. И мне очень нравится слогин Balenciaga. Он очень для меня большой. Он обычно очень сильно выражен. Он очень сильно каким-то цветом другим. Поэтому я начала искать что-то попроще. Я нашла, на самом деле, дешевую альтернативу марки... Называется Stand Studio, по-моему. Но потом увидела эту и решила попробовать эту. В общем, это, на самом деле, просто... Ну, сумка без шок, как вы видите. Достаточно хорошего размера. Он где-то 24 на 26. По-моему, так 26, так 24. В ширину где-то сантиметров 8. Он мешком-мешком. Идет он на заклепке. Я здесь тоже не снимаю пока мать Тереза бирку. Потому что вы, если ее снимаете, то сумку нельзя вернуть. И вот внутри он просто мешок-мешком. Без всяких карманов. Я сюда уже вставила косметичку Furla. У меня есть такая косметичка Furla, с которой я не знаю, что делать. Она сюда, на самом деле, встала идеально для более... Для более закрытых вещей, которые можно положить внутрь. И для более безопасности. Изнутри сумка сделана... Ну, выглядит, на самом деле, как замша. Но я думаю, что это кожезаменитель. А, здесь есть бирка изнутри. Может быть, на ней что-то написано. Только вывернуть эту бирку невозможно, в принципе. Так, давайте смотреть. Made in Italy. Sound around. Тут еще написано. А, и номер, и Made in Italy. И все. Вот, ну, в общем, можете видеть, это... Вот эта бирка. Вот, но это, по-моему, сделано или из замши, или из замшозаменителей. Я не могу понять, я не знаю, здесь не написано. Углы здесь, кстати, очень такие неплохие. Думаю, что они так быстро, они будут обтираться. Вот, здесь есть длинный ремешок, который crossbody. Вы знаете, что я выбираю сумки crossbody. Я их предпочитаю больше, чем tote. Вот, здесь идет такой карабинчик. Фурнитура такое, а, золото под бронзу. И на карабинчике написано Saint Laurent и Paris. Интересно. Made in Italy. Saint Laurent in Paris. Очень интересно. Ну, в общем, это плохо будет на айфоне передаваться. Ну, я, по-моему, показывала распаковки. А, и, конечно же, есть их наименованные, или как-то правильно сказать, вот этот вот замочек. Здесь внутри тоже три буковки. YSL, которые... Бумажки я не буду снимать с ту бумажку тоже. И эту штучку вообще сейчас нам можно прекрасно снять. Я пыталась ее снять, убрать, да, чтобы выглядело более-менее проще. Ну, вот. Здесь написано Saint Laurent в Paris. Вот, видимо, этот фэшн-дом находится в Париже. Если честно, я не особо знаю и не особо люблю эту марку. Но этот tote меня привлек, привлек мое внимание. Эта марка... Я вообще не очень люблю те марки, которые очень сильно подделывают на рынке подделок. Потому что подделки обычно выглядят очень дешево. Она за километр подделка выглядит подделкой. Есть очень мало хороших подделок. И Saint Laurent это один из тех брендов, кроме того, в Израиле, где очень часто видно подделку, как с базара. Вот. Но здесь мне понравилось, что она очень лаконично, очень простая. И выглядят вот... Ну, тоже не on the face, а очень так лаконично. Если честно, я бы не отказала себя от такого большого tote. Вот. Вроде бы все не неплохо. Но мне, наверное, не нравится, как она на мне смотрится. Я на себе ее померила, конечно. Сейчас я вам покажу, как она смотрится на мне. И я думаю, что мне не нравится, как она на мне смотрится. Немножко не то я себе представляю. На самом деле не знаю, что я себе представляла. Я просто видела модели и представляла на себе ее точно так же, как она выглядит на модели. Но на мне она выглядит как-то очень странно. Она как-то немножко делает мое тело, на мой взгляд, непропорциональным. У меня есть этот нюанс с сумками. Например, сумки все вот эти camera bag, да, вот эти вот такие продолговатые, небольшие. Они все на мне смотрятся очень нехорошо. Обычно все такие квадратные маленькие сумки на мне смотрятся нехорошо. Я думала, что такая сумка будет достаточно вытягивать тело. И она в руке смотрится, кстати, очень красиво. Как мешок. Ну, красиво. Но вот именно с ремешком. А ремешок это моя жизнь. Я хожу обычно с ремешками через тело, потому что это моя реальность с детьми. Она выглядит не так хорошо. Вот. Но качество сумки мне нравится. Очень нравится. Я думаю, что если я купила большой такой тоут, то он мне очень бы понравился. В плане царапин. Я не знаю, будут ли они царапаться. Думаю, что будут царапаться. По ощущению. Я так очень аккуратно ее держу. Мои пальцы потеют. Нужно будет потом протереться хорошо. Думаю, что будет царапаться. Ну, не знаю. Но очень нравится. Красивая. Правда, она красивая. Так обломана, что когда красивые вещи, которые нравятся по ощущению, нравится, как выглядят, смотрятся некрасиво. И я очень объективно стараюсь смотреть на то, что я покупаю. Что если смотрится некрасиво, то за такие деньги я, конечно, буду отсылать обратно. Хотя я знаю, что, по-моему, 21 числа у них поднимаются цены на все. Я решила подождать. У меня есть 30 дней. Я решила подождать до 21 числа. Посмотреть, насколько подняется ее цена. И, может быть, попытаться продать ее на вторичном рынке. На вторичном рынке ее цена держится очень хорошо. И, может быть, мне даже получится немножко за нее больше получить. Нежели за столько, сколько я ее купила. Посмотрим. Я подожду. Вот. Ну, вот такое вот мое впечатление. Я еще, конечно, ее не носила. И, может быть, вообще носить не буду. Поэтому мне было важно снять вам видео, показать. Я покупала ее на MyTeresa, как я сказала. На MyTeresa. Кто не знает. Этот магазин находится в Германии. В Израиле он посылается без немецкого налога. Я не раз вам это говорила. Поэтому цены на люксовые продукты, они уже дешевле. Примерно на 20%. Иногда у них бывают флэш сейлы. И тогда еще есть скидки. Я получала это. Обычно у них есть на доставку плата, по-моему, 25 евро. Но здесь доставка была бесплатная. Доставляли мне это в DHL Express. Налоги, как всегда, мы платим через DHL Express. Здесь на месте, что это дороже. Жаль, что они сразу в кассе у себя не считают налоги. Было бы дешевле. А так это немножко дороже, потому что DHL берут свои пошлины. А после нудия челленни примерно на 120 шекелей. Помимо самого налога. Вот. Ну да, все вроде сказала. Ну такая вот красавка. По поводу верну я, не верну я вам уже расскажу в каком-то другом видео. В следующем. А сейчас мы с вами будем ее мерить. И я как-то посмотрю на себе. Посмотрите, если вы тоже думаете. Но в плане качества, опять же повторюсь, она мне нравится. Кстати, я видела на вторичном рынке. Очень многие продают ее. И у очень многих на ручках глейзинг потресканный и слезает. Я не знаю, что это значит. И меня это тоже немножко смущает. Но вроде здесь все сделано очень так качественно. Ну, на первый взгляд, да. Как она будет носиться, конечно, я не знаю. Но мне на внешний вид она, конечно, очень нравится. Очень лаконичная, очень симпатичная. Еще для цели этого видео хочу вам показать, что вмещается сюда. Я, в общем, разложила тем, чем я пользуюсь. У меня, значит, здесь ключи, кошелек, салфетки, гигиеническая помада, зарядка для телефона, мои очки, косметичка такая с разными там штучками. Бутылка, которую я нашла дома. Обычно у меня практически все влезает во все мои сумки. Есть сумки некоторые, в которые вот эта косметичка не влезает. И бутылка не влезает. Все, вот эта влезает. Так что, да. Значит, я уже ее положила сюда. Давайте смотреть. Ну вот, я все засунула. Как вы видите, все вмещается. Телефон, на который я снимаю, собственно, то, что это поместится. Ну, это понятно. Ну вот, есть только место. Поэтому ту косметичку флору, которую я хотела, можно вполне, она тоненькая такая, можно вполне сбоку туда засунуть как раз кошелек и телефон для безопасности. Ну, как-то так. Косметики с собой я не ношу, кроме гигиенической помады. Или иногда какой-нибудь блеска еще. Но обычно это просто гигиеническая помада. Так что все прекрасно. Она каждый день вмещается. И даже больше, если такой-то шарфик, не знаю, кто что носит перчатки, шарфик, шапочку тоже можно вполне поместить. Ну что, время самое примерять. У меня есть буквально 10 минут, так что вперед. Значит, я очень просто одета. Джоггеры у меня такие с манго. Вообще самые простые мои любимые кроссовки. Рибок. Кстати, хочу попробовать купить вежа, но сомневаюсь. Сомневаюсь. Ваше мнение. Пишите, у кого есть. Девочки, подружки, у кого есть, я знаю ваше мнение. Пишите тех, у кого я не знаю. Ну вот, и сумка выглядит, собственно, так. Вот так вот она мне очень нравится в руке. Просто вообще вау. Но я не буду ее носить в руке, собственно. Поэтому давайте немного, как сказать, реально ее попробуем. Вот так. Вот так я тоже носить не буду. Поэтому реальная носьба моя. Кстати, она очень легкая, я это забыла сказать. Но сейчас с бутылкой она что-то стала очень тяжелой вдруг. Так, ну вот. Мой любимый пиджачок с манго с прошлого года, который я просто обожаю. Ну вот, вот так вот она смотрится через плечо. И мне это не нравится. Мне не нравится, как она смотрится. Я не знаю, поймете ли вы то, что я имею в виду. Но мне не нравится. Она какая-то продолговатая вниз. Она меня как-то тянет вниз. Я не знаю. В руке она мне очень нравится. А вот так она мне очень не нравится. Мы будем сегодня оставаться в одной и той же базе. Мы просто будем менять куртки. А джунцовка и тоже та же история. Можно выше ее поднять, но это будет очень странно, мне кажется. А еще, обратите внимание, видите, она вытопыривает вещи. Это меня тоже смущает. Со временем это вытопыривание будет больше. Вот. Мое синее пальтишко. Боже, эту пуговицу срочно нужно менять на что-то. Это ужас, эта пуговица. Ну, в общем, эта сумка, как вы поняли, не мое совсем. Она мне не нравится все больше и больше. То есть она меняется в руке, как мешок, но не на мне вот так. Это просто ужасно. Поэтому, да, буду возвращать однозначно. Чем больше верю, тем больше понимаю, что это вообще не мое. Вот. И, если честно, я не люблю синий цвет с черным. Мне нравится, мне как-то смотрится. Друзья мои, ну что, я померила. Я думаю, что на этом остановимся. Я думаю, что примерно, что я имею в виду, почему это смотрится на мне не очень, на мой взгляд. Ну, что вы поняли мои мысли. Поэтому, да, я буду это возвращать. Единственное, как он сказал, я подожду, посмотрю, какой у них будет там поднятие цены. И тогда уже буду поднимать, возвращать, возвращать. Ну, что время у меня еще есть, практически 27 дней. Так что смогу вернуть без проблем. По-моему, они возвращаются в DHL Express. Нужно только домой заказать, ну, чтобы DHL поехали и забрали с того. Поэтому это очень-очень удобно. Вот на этом все. Пишите комментарии. Будет очень интересно послушать ваше мнение. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пишите комментарии.